Для того, чтобы макроносый отзывался на команду сюда или команду ко мне, ее сначала нужно выучить. Но в этом ролике мы не совсем разберем именно то самое упражнение для подзыва, но при этом разберем не менее важную тему – это список правил для команды ко мне и для команды сюда. Что не стоит делать при обучении, или наоборот, на что нужно обратить внимание, обучая своего питомца. Но если вы все же хотите узнать и про само упражнение, то в описании к данному видео есть ссылка на мой бесплатный мастер-класс «Как научить собаку команде ко мне». Итак, перейдем к теме ролика – это лайфхаки для подзыва. И начнем мы с того, что не стоит делать при обучении этой команде. Наказывать собаку после того, как она подошла к вам. Например, ваш питомец подбирал пищевой мусор, и вы подозвали его командой ко мне. Собака подошла, и вы, казалось бы, сообщаете ей, что ай-яй-яй, нельзя было собирать всякую помойку. Но питомец это наказание свяжет не с помойкой где-то там, он свяжет это именно с командой и именно с хозяином. И в следующий раз, скорее всего, к вам уже больше не подойдет. Подзывать собаку для того, чтобы ее взять на поводок или отправиться домой. Это называется нежелательные связи. Собака поймет, что как только она подойдет к хозяину, произойдет что-то нечто неприятное или скучное. Например, мы отправимся домой и закончим прогулку. Поэтому в следующий раз собака для того, чтобы продлить эту прогулку, просто не подойдет на команду ко мне. Ну а как же тогда пристегнуть собаку и отправиться домой? Очень просто. Действительно, после пристегивания поводка. Но до этого нужно 15 раз подзывать питомца и просто так, а точнее, чтобы выдать ему вкусняшку. Продолжая эту тему, можно отправиться домой не сразу же после того, как вы пристегнули карабин, а, например, прогуляться еще пару минут. Ну или сделать что-нибудь приятное для собаки, например, поиграть с ней, но просто на поводке. Не повторять команду много раз. Если вы произнесли команду ко мне, а питомец по каким-то причинам не выполнил эту команду, не нужно стоять и кричать ее повторно, еще и еще раз. Привлеките каким-нибудь образом внимание питомца. Например, похлопайте и попищите. Начните убегать от собаки. Скорее всего, она начнет вас догонять. И таким образом уже выполнит команду подзыва. Что же делать нужно? Сформируйте связь, что отстегнутый карабин – это что-то очень ценное. И, скорее всего, это связано именно с хозяином. Например, отстегнутый карабин – это начало игры или занятия. Обязательно гуляйте без поводка в каких-то безопасных местах. Подзыв никогда не станет идеальным, если питомец постоянно ограничен и гуляет только на поводке. Проводите прогулки весело и интересно, а занятия сделайте игрой. Это самая надежная гарантия качественного обучения и послушания. Обучите своего Макроносова подзывам. Это когда собака не только знает свою кличку и команду «Ко мне или сюда» и выполняет ее в достаточно простых условиях, но и также это отзыв от преследования диких животных, птиц, кошек, других собак, из игры с другими собаками или от еды, разбросанной на земле. При этом подзыв – это достаточно объемная тема, которая включает в себя множество составляющих, с которыми также нужно работать. Например, нейтральная реакция на раздражители. Питомец доброжелательно спокойно относится к окружающему миру – бегающим людям, детям, животным, другим собакам, птицам, скейтерам или велосипедистам, бегунам, ну и так далее. Еще одна составляющая – это контакт между собакой и хозяином. Количество взглядов на хозяина, некая липкость питомца к нему, желание проводить с ним время на улице, слушаться не из страха и принуждения, а от мотивации. Это умение гулять на достаточно расслабленном поводке. Если я вас вдохновила на обучение и на разучивание действительно идеального подзыва, то последняя важная информация на сегодня – это обучение должно быть последовательным и правильным. Только тогда она дает результаты. К сожалению, за этот короткий ролик это сделать затруднительно. Поэтому для самых целеустремленных в описании к данному видео есть ссылка на мой основной курс «Собака. Инструкция по применению», который помог сотням и тысячам владельцев воспитать или перевоспитать свою собаку. Научить отзываться из действительно любых ситуаций. Гулять на правейшем поводке, не подбирать пищевой мусор, не лаять на раздражители, на собак, на кошек или на велосипедистов. Разучить основы выдержки, выучить в принципе более 10 базовых команд и трюков. Все это в моем курсе «Собака. Инструкция по применению». Ну а если вы хотите сначала попробовать формат онлайн-обучения, то также в описании к данному видео есть ссылка на мой бесплатный мини-курс из трех упражнений. Резюмируя по ссылкам, в описании к данному видео вы найдете 1. Мой бесплатный мастер-класс «Как научить собаку отзываться по команде ко мне». 2. Это также бесплатный мини-курс из трех упражнений. Ну и 3. Для самых целеустремленных и для тех, кто действительно хочет получить результат в самые короткие сроки, это мой онлайн-курс «Собака. Инструкция по применению». Ну а пока в комментариях поделитесь, какое количество баллов вы поставили бы своей собаке за подзыв. Где 10 – это действительно идеальный из любой ситуации, а 0 – это вообще ужасный. Вашим макроносам я желаю хороших и послушных хозяев, вам замечательных тренировок, всем лавгав!